Вначале я предложу нам показать структуру шестой книги, кто как это увидел, сколько здесь разделов, какая структура всей этой шестой книги, как её можно структурировать. После этого мы уже перейдём в детали, как разворачивается сюжет, как разворачивается мысль разговора Сократа с Главконом и Анимантом. И третий, последний шаг. Мы сосредоточимся на том фрагменте, который я особо вас просил внимательно прочесть несколько раз, начиная с 505, где идёт описание идей блага и знаменитые эти образы. Ну, вначале у вас впечатления. Хорошее впечатление. Хорошее впечатление. Так, раз хорошее вступление. Другое слово, теперь хорошее слово уже произнесено. Хорошее впечатление. Ещё. Про защищение. Что возникало? Какие эмоции, ассоциации? Не всегда сложно читать Платона, потому что я должна ещё какое-то долгое время настроиться на то, как он… То есть у меня мысль сама сразу за ним не идёт, у меня он не выставляет свою мысль идти так, как Платон просит. Ну, это сначала очень сложно, сопротивление большое возникает, а потом в какой-то момент… Поэтому надо брать лист А4 и выстраивать структуру, покорять Платона своему восприятию, увидеть, что это за структура вначале. Если он мне непонятен, я выстраиваю структуру, чтобы понять его. Если мне непонятно поведение какого-то человека, я должен найти к этому ключ. Если я общаюсь со служителем непонятным мне, я должен найти к нему ключ. То есть такая взаимонастройка происходит. Ещё впечатление? Мне, наоборот, было легко читать. Фрагменты 505 как раз как-то усложнилось. Но если говорить впечатление, то каждый раз читая образ философа, задумываешься и применяешь это к себе. То есть я занимаюсь философией. При этом о философе я соответствую всем, чем критериям. Ну, явно не соответствую всем, как описан образ философа в этой шестой книге. Такое соотнесение с самим собой. Соотнесение с самим собой. Потому что здесь идёт вообще роль философии, образ философии. Мы это сейчас будем, когда о структуре говорить вернее. Качество философа. Качество философа, да. Грусти было много по этому поводу. Грусти. Мне казалось, что это просто... Ну, я тоже думала, что ну как же, я уже так давно занимаюсь философией. Я прочитала, думаю, уже как это далеко. Это по реткам встречающиеся качества. Но помните первую лекцию. Вот всё, что я сказал о философии за четыре занятия, должно ожить сегодня. Потому что всё, что я говорил, встречается в этом диалоге. Взгляд с позиции целого. И очень много таких оборотов. Охватить в целом то или иное. Аналитика. Аналитика идёт, когда мы должны углубиться в какие-то детали, показать образы, даже рассмотреть какие-то термины, как они между собой сочетаются. Терапия. Нужно понять многие вещи. И, например, больное государство, здоровое государство. Больная душа, здоровая душа. Философия — терапевтическое средство. И многие другие вещи, о которых я говорил. Ещё впечатления? Есть такая тонкая ирония, которая меня заболевает очень в диалогах. Это впечатление, что собеседники следуют некоторым путём логики. И в то же время подшучивают немножко друг на друга, потому что предполагают ответ. Но в то же время всё и сократно есть обращение, что он всё естественным образом прорисовал. Но с юмором, мне кажется, очень красивая подача. Ну, это всегда есть. Это как одно из оружий Сократа. К словам Олега ещё по поводу «когда было сложно читать, когда проще». Отмечают знатоки лучших текстов Платона, что у Платона рваный ритм. Иногда на какие-то вещи непонятно, почему вдруг такое пространное, медленное описание. Потом вдруг мысль уплотняется и молниеносно проходит за краткий период какие-то большие расстояния. Точно так вот диалоги в Тифрон, которые есть в записи, начинаются плавно, медленно-медленно, а потом определения блага резко уплотняются, идут сразу один за другим. Это одно из намерений Платона. Пожалуйста. У меня два таких момента. Первое, я дочитав, понял, что когда говоришь с мудрым человеком, лучше его слушать и поменьше говорить самому. Наблюдая за собеседниками, то есть они там свои пять копеек мало вставляют. Ну, только когда реально им непонятно. А так они все время говорят, да, это верно, Саверат сказал, это хорошее, это, ну, не знаю, мне это было ценно, в любом случае, мне. Интересно. А второе, меня Платон успокоил там, где он говорит, каким образом философы приходят к управлению государством. То есть он там называет два варианта, как больное государство может вдруг быть возглавляемым философом. Что это или какая-то крайняя необходимость, или дети нынешних правителей могут склониться к философии. Вот он говорит, потому что если бы не было никакого варианта, ну зачем нам вообще-то в философии заниматься? Не было бы вообще возможности, чтобы философ когда-либо пришел в власть. То есть это возможности такие есть, и в нашем мире тоже есть. Вот. Да. Я не могу сказать, что я не успокоил. Словно, видите, как успокоительно воздействует. Сразу я реагирую просто на ваше впечатление, и сразу говорю с позиции платоноведов. Многих раздражало с давних времен реплики кратких собеседников, и очень сильное воздействие Сократа, казалось бы, неотвратимое. Даже в шестой книге, которую вы читали, Адимант, включившись в разговор, говорит, что ты так хорошо играешь в шашки здесь, разговор. Тебя трудно переиграть. Поэтому давай как-то вот. Я скажу напрямик. Ты же видишь, что в философии плохой образ у народа. Что ты на это возразишь? Давай свои шашки бросай, свою дать уловь. Почему в разговоре всегда не принимают участие равные собеседники? Одна из загадок построения диалогов. Тюбингенс, например, «Слезак», о котором я говорил, «Как читать Платона». Ещё раз после наших занятий прочитайте эту книжечку. Он объясняет почему. Потому что главное в Платоноведении — это устное учение. В диалогах никогда не встречаются равные собеседники. Роль собеседников как роль актёров в античном театре. Роль масок определённых. Роль хора, роль маски. Их задача — усилить те или иные ходы Сократа. Ещё один момент. Эти собеседники неравны именно потому, что Платон не считает, что на письме можно передать глубину философии. И поэтому все неравные собеседники, под них Сократ подстраивается. Если мы читаем диалоги Платона, мы удивимся, что текст меняется в зависимости от характера собеседника. Если вначале он говорит с Просимахом, который говорит, что справедливость — это сила, он с ним говорит вот так. Если это в Головкон-Адимант, он говорит с ними по-другому. Если это Ютифрон или Гиппий, или какой-то другой горгий софист, он говорит с ним ещё по-другому. Всегда учитываются реальные характеры собеседников. В 1996 году вышла очень интересная книга на английском языке. «Все персонажи диалогов Платона». Подавляющим в своём числе они все реальные персонажи. И вот один из британских исследователей, Платоновед, показал, что это за реальные персонажи, насколько Платон следует реальности, насколько он отклоняется от персонажей. Например, известная фраза Протагора «Человек мира всех вещей». Платон использует этот образ и извращает мысль Протагора на самом деле. Извращает. И на самом деле софиста так не учили. Он вкладывает в их уста то, что ему удобно. Иногда он идёт на такой шаг. Поэтому ответы «да», «нет», конечно, очевидно. Это расстановка масок в драме для того, чтобы показать пропедевтически вводящий характер диалогов Сократа. И подчеркнуть, что главное в учении — это устное, а не письма. Ну, ещё, может быть, какие-то впечатления, и я перейду к структуре. Мне тоже было слом, особенно блога, но интересно, я поймал себя на том, что несмотря на сложности, это рождает аналогии, так как всё на принципе аналогии построено, это рождает невольно аналогии с моей жизнью. И я в какой-то момент понял, что я давно, я вообще не читал, хотя я вроде бегу глазами, а размышляю всё из-за сети о каких-то вещах, о каких-то мыслях Платона, получается, что помогает мне, как на глазах, решить какую-то мою проблему. С одной стороны, это отвлекает, но с другой стороны, очень, как-то, ценный был понимал. Как будто ты ведёшь внутренний диалог в своё время, участвуешь в этом диалоге. Есть такое ощущение? Это свойство диалогов Платона. Я об этом много писал в разных статьях и в разговорах. Платон втягивает в свои диалоги. Вот в отличие от всех философских текстов, там, Канта, Аристотеля, когда мы продолжаем быть слушателями, нам профессор читает лекцию или профессор пишет текст. Диалог Платона вовлекает. Это и больно, это и приятно, это удивительно, но когда ты читаешь любой диалог, мысль построена так, это драма, театр построен так, что ты сам начинаешь быть участником этой драмы. Это намерение Платона, стиль Платона. Мысль не должна извне только приходить. Поскольку мысль рождается в диалоге, он и придумал эту форму специально, что если философия не может быть на письме чётко передаваться, всё равно мы должны письмо таким образом структурировать, чтобы оно было подобием разговора, подобием разворачивания события мыслей. Для него это очень важно. Форма специально придумана. Правда, потом мало кто следовал этой форме уже в новое время, в XX веке. Так, есть ещё замечания? Ещё, возможно, у меня такое впечатление, что, так как сам Платон действительно редко принимает участие, как персонаж этих диалогов, мне кажется, что... Никогда не принимает. Платона никогда нет. Он всегда скрывается. Есть такое ощущение, что, возможно, даже какие-то темы или какие-то тезисы, анти-тезисы, это как его внутренний, реально внутренний диалог самого Платона, какие-то мысли он просто вкладывает в образы, наверное, в своём уме, в своём размышлении. Ну, и мне кажется, что... То есть все эти персонажи, они не чужды самого Платона. И, может, когда он хочет какую-то идею передать, он себя не столько ассоциирует с Сократом, сколько вообще со всеми персонажами. Потому что наверняка, когда задают Сократу уточняющие вопросы или вопросы, которые связаны, ну, противоречивые даже какие-то, мне кажется, это может сомнение или противоречие, которое сам же Платон сидя и проверял. То есть у меня вот такое ещё впечатление есть. Если было время, мы бы упомянули о том, что начало Парменида, молодой Сократ общается со старцем Парменида, где старец Парменид учит молодого Сократа обращаться с идеями. То есть это такая драма построена. Сам Платон вводит учение в идеи, Сократ не вводил этого понятия. Молодой Сократ используется как маска разговора со старцем Парменидом. И Парменид учит Сократа употреблять идеи. Точно так же здесь, я не знаю, есть у вас тексты с собой? Да. Вы знаете о погенации на полях? Слышали? Иногда мы будем просто использовать этот ход, чтобы быстро находить тексты. Вот, например, 496Е. Если это вот это издание, 277-я страница. 277-я страница или 496Е. ДЕ. Тут речь идёт о философах в развращённом государстве. Он пишет о том, что философ в развращённом государстве одинок. И он не может выиграть битву. Если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообщать с ними, творить несправедливость, ему не под силу будет управляться одному со всеми дикими своими противниками. И прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. В развращённом государстве, как только философ начнёт выступать один против зверей, пытаться изменить государство, выйти перед этим цирком, его разорвут на счастье, он не успеет ничего сделать. Поэтому нужно найти стратегию философа в плохом государстве. Дальше он объясняет это. Это говорит Сократ ещё раз. Здесь в тексте как бы говорит Сократ. «Учтя всё это, он сохранит спокойствие, в греческом исихия, там отсюда исихазм будет, православное исихия, спокойствие. И из этого выйдет стоицизм. Мудрец-стойк, тот, кто сохраняет апотея, спокойствие перед судьбой. И принимает всё, что с ним случается. Вот из этих диалогов возникает вся античная школа потом. «Сохраняет спокойствие и делает своё дело, словно укрывшись за стеной от пыли, поднятой ураганкой. Видит, что все остальные преисполнились беззаконии, он доволен, если проживёт здешнюю жизнь, чистым от неправды и нечестивых дел. А при исходе жизни отойдёт радостно и кротко уповая на лучшее». Здесь раздвоение Сократа. Здесь мы видим, что это не реальный Сократ, а Сократ в описании Платона, потому что дана биография Сократа. Сократ как бы рассказывает о себе. В разных диалогах это по-разному видно. Это описание смерти Сократа в Фидоне, когда Эхикрат и Фидон, общаясь, и Фидон рассказывает, что Сократ принял чашу с ядом в полном спокойствии. Фактически словесное совпадение того, что здесь описывается. Сократ как бы говорит о себе. Ясно, что это не сам Сократ. Вряд ли он был пророком, который знал, как он умрёт. И здесь образ реального Сократа поставлен как образец жизни философа в неправедном государстве. А тогда неправедное государство было демократическим государством. И его приговорили к смерти демократическим голосованием. И тогда звери, на самом деле, это 501 судья на том суде, который судил Сократа. И Платон, насколько уязвлён этим, насколько это на него сильно повлияло, что он считает, что это звери, которые убили самого святого и счастливого человека, самого праведного человека, и он вернул им долг здесь вот в этом рассуждении о роли философа. Ну, скажем, вот таких вещей много. О них можно говорить часами, и просто приоткрываем какие-то моменты. Да, что будет. Ну, теперь я скажу кратко о структуре, о стиле, и мы перейдём к анализу совместно. Что бросается в глаза? Вначале свойства самого текста. Вот вы читали, принимали текст прямо, вы читали, как люди 21 века. Но этот текст написан в других условиях и предполагает совершенно другое восприятие. Это текст непрямого обращения. Мы привыкли к текстам прямого обращения. Статья в газете, книга, где нас учат, как стать счастливым, как стать миллионером, как прожить сто лет. То есть мы воспринимаем как рецепты, как некую информацию. Как прожить сто лет? Ну, то надо и там делать, то всё, бегать по утрам, есть там того и того, есть то и то. Рецепты. Здесь совсем по-другому всё строится. Во-первых, всегда на заднем плане неписанное учение. Сократ постоянно подчёркивает, что слушатели не готовы принять прямой текст о благе. Прямое описание блага они не готовы воспринять. И поэтому он идёт другим путём. Не прямое сообщение о благе. Прямое сообщение о благе было частью устного учения в Академии. Вот тут раздваивается текст. Он отсылает к прямому учению. И Аристотель оставил воспоминания об этом, я об этом ещё скажу. А переходит к метафорам и образам. И когда мы читаем шестую книгу, мы не видим здесь аргументов. Вот в чём сложность. Здесь нет аргументации. А здесь есть показывание через образ. Образов здесь очень много. Я даже дал слушателям иногда один раз такое задание. Потом поставьте его перед собой. Вообще описать все образы шестой книги. Например, это образ корабля. Образ кормщего. А вы знаете, что там за греческое слово? Кормщий очень интересно. Это слово, обозначающее кибернесис. Кибернесис. А кормщий кибернетес. Кибернетик. Отсюда это слово. Кормщий, управляющий. Это много неожиданностей. Читать греческий текст, сразу вспышки, взрывы происходят. Русский текст, он так нивелирует всё. Или там судырия спасения. В тексте этого не видно. А там очень резкие слова, которые... Или есихия, которые... Спокойствие. Образ корабля. Образ бунта на корабле. Образы... Развращенный образ зверя, например. Или толпы зверей. Потом, какие ещё образы? Помогайте. Ну, образ солнца. А ещё? Зрение. Слова очень ярко. Солнце, свет, зрение, зримое. А до? До темы блага. Какие ещё образы? Вот образ корабля, кормщего. Какие ещё метафоры образа вы встретили? Проверяю так память. То, что вы читали. Мы говорили, что это стеной? Да, образ города. Это потом будет образ стойков. Мудрец-стойк укрывается в замке внутренней крепости. Делает её каменной, неприступной для ударов судьбы. А ещё с кузнецом было смешно. С кузнецом. Видите, сразу появляются образы. Что там с кузнецом? Кто помнит? Могу прочитать. Нет, просто своими словами сейчас. Оно про кузнецом. Как передать это? Передавая текст, мы сразу выходим на первый уровень понимания. Это грустно вообще. Он и весёлый, и грустный, одновременно этот образ, который как покалеченного человека, который занимается ревеслом, тяжёлой работой. И тут он разбогател и решил приодеться, но всё равно, не знаю, вот эта грубая натура. Он приобрёл себе новый плащ, нарядился, но приобрёл жених. А кому он свадается? К дочери господина своего, которая... А кто там дочь господина своего? Ну, философия дочери. Философия? Он свадается к философии, образ потом будущих античных, средневековых образов. У бояца философия в образе прекрасной дамы. А что это за сюжет, когда возникает мезальянс? Откуда сюжет мезальянс? Это мезальянс. Приземистый лысый кузнец, сватающийся за благородную, пытается вырвать благородную девушку, купив её у отца, обедневшего. Это образы. Традиционные образы античной трагедии, античной литературы. На нём Платон выстраивает аристократический образ философии и аристократов, которые управляют обществом. Это чуждое нам представление о мире. Солом, ещё древние поэты, Пиндар, это лирики античные, показывали крушение полиса и первое сотрясение государства через теорию мезальянс. «Когда аристократы смешивают свою кровь с низшими сословиями». Здесь вместо этого выступает образ философии как благородного занятия, которое попадает в руки низких людей. А почему там возникает образ кузнеца, этого мезальянса? Он говорит о том, что те, кто изменяет своему призванию, если философы от рождения, философы по призванию не идут своим путём, тогда их место занимает кто-то другой. И тогда от лица философии выступают другие люди. Потому что всё равно философия необходима. Философия в общем значении слова, как управление. Вот этот вот кибернетик, вспоминая сразу Кавказскую пленницу, в кибернетике там тоже был образ, как тост звучал. Образ этого кибернетика кормчиво попадает в руки низких людей. И они развращают тогда весь полис, всё государство. Вот образ кузнеца. Ну и ещё, может быть, кто-то вспомнит. Видите, там образ на образе. Фактически идёт цепь образов, сменяющихся друг другу. Сменяющих друг другу. Ещё точнее, то семьи из-за родышей, но того бесподобающего питания, тоже, или падающими, не выгодая по почву, теряют свои силы. Традиционный образ и для Евангелия, и для Платона. Потому что это близко людям, занимающимся сельским хозяйством. Метафоры ищутся для того, чтобы быть близкими к слушателю. Сегодня эти образы далеки от нас. Мы должны это пояснять. Потому что вряд ли кто-то из нас занимался сельским хозяйством. Кроме меня, когда я садил картошку в советское время. Да, ну может кто-то из-за. То есть образы, связанные у Сократа или ремесленники, видите, кузнец, да, или там сельское хозяйство и так далее. Вот такие образы. Здесь поставим троеточие. Итак, это непрямое обращение. На заднем плане устное учение Сократа, Платона, извините. И поскольку собеседники не готовы, нужно направлять их в нужную сторону с помощью метафор, образов, то, что им близко. У Аристотеля это будет потом метод продвигаться от более очевидного для нас к более очевидному по природе. То есть то, что нам ближе вначале давать, это для вас, как преподавателей, важный шаг. То, что пока близко слушателям, понятно, им продвигаться к более сложному. Этот момент. Ну и, наконец, когда речь идёт уже о благе, уплотняется текст, и возникают ряд главных метафор. Это в традиции называется линейная аналогия, аналогия Треска и четырёх его рубрик. Солнечная аналогия. Солнце выступает, вместо того, чтобы говорить о благе, Сократ говорит о Солнце. Как порождение блага. Эк гонос. И в начале уже седьмой книги ещё один образ пещеры, миф о пещере. Вот они сменяют друг друга. Это главные метафоры, главные образы. Вокруг книг ещё много других образов, но главные образы эти. Вот так построен текст. Поэтому мы не можем вычитать из этого текста, мы не можем вычитать прямое содержание. Оно требует от нас дополнительной работы. Мы не принимаем информацию, а включается что-то в нас, что мы должны достраивать. Например, мы должны представить себе идею блага только по аналогии с Солнцем. Мы должны себе представить аналогию мира идей только по аналогии с зримым свет, видение и зримый мир. Вот это усложняет. Ну, теперь мы можем перейти смело к передаче структуры текста. Буквально каждому по две минуты, кто будет наберётся смелости. Вся структура шестой книги. У нас есть доска, вы даже можете выйти и по пунктам это расписать. Если бы вы писали под заголовки, как развивается сюжет? Ну, кто-то может? Вопрос просто о том, чтобы проработать. Так важно это сразу включиться. Ну, это вызов определённый. Ну, кто может? Только давайте по списку. Я же говорил вам, что возникает страх сразу. Возникает страх. Нам важно перепрыгнуть это. Важно вообще заговорить. Если мы не можем чёткую структуру выстроить, тогда мы должны выхватывать какие-то структурирующие вещи, может быть, с середины, а не с начала. Хорошо, я спрошу проще. Вас пугает слово «структура». Сразу так. Сюжет. Как разворачивается сюжет? Вот вы читаете книги, романы, повести, читаете статью в газете, видите фильм, приходите домой, рассказываете близким, друзьям о том, что вы увидели. Представьте, что вы хотите пересказать шестую книгу близким людям. Говорите, я прочитал какой интересный роман, называется «Государство плотно». Шестую книгу. Я хочу вам рассказать о чём-то. Что бы вы рассказали этому человеку? Что вся увага была на идею блага, на тихих стринках, и вы прочитали. Абе там втратили увагу. Те, что вы читали, оно ніби зникло. И тому на семинарах не треба давать студентам питання. Чому? Тому что они, как школярство, как школярство, будут ориентироваться на все запитания. И будут шукать в тексте уривки, которые сразу отвечают на все запитания. А текст органически не смогут сприймать. Органічное сприйнятие текста тогда отсутствие. Потому что, как только мы подкидаем людям группы в школярство, они будут школярами. А чему вы не дали нам все запитания? А чему в конце семинарского задания не были запитания? Мы бы тогда знали, на что ответить. Так мы не знаем, на что ответить. Это обязательно найти? А? Это с кем-то обязательно найти? Это с кем-то? После структуры Петров в доске, это вообще... С места так да? Если вас это... Просто вы сказали, что сюжет, это действительно проще. Я очень люблю рассказывать с кем-то. Ну, вот, ну. С моей жене, она не любит. Она очень подробно. Ну, да, то есть, начинается шестая... А вы корректируете, корректируете. Начинается шестая книга с того, что Сократ с собеседниками они определяют, какие свойства... То есть, что свойственно философу, что ему противоречит, да, подлинному философу. Что, какими свойствами его душа обладает, да, чем не должна обладать, скажем так. Вот. Они об этом говорят в ряд. И дальше переходят вообще к роли философа в государстве, да, и... Ну, потому что один из собеседников, он говорит, вот, ты скажи, вы упоминали сегодня. Обращение к воде... Я за вас буду писать. Спасибо. Спасибо. А вы главный рассказчик у нас. Значит, говоря о чем, о свойствах... Что свойственно философу, да, и что ему не свойственно. Свойства души, решит философской души. Да. Свойства философа. Вы не останавливались, рассказайте. И потом, кто, Адемант, по-моему, да, спрашивает, говорит, ты вот, Сократ, прямо скажи, почему же тогда критикуют философов? Почему говорят, что философия это чуть ли не самое плохое занятие для человека? Хотя, это, извините, ремарка, то, что меня тоже поразило. Интересно, что потом Сократ говорит, ну, вы обратите внимание, все-таки люди хотят заниматься больше философией, чем чем-то другим, хотя и признают это дурным занятием, но все-таки оно как-то больше уважаемо в обществе, и собеседники соглашаются. Чем ремесло. Ну, чем ремесло, да. То есть, получается, что все-таки это не так плохо, как сначала Алиман хотел показать занятие философией. Вот сейчас оптику усилим. Итак, разговор... Напряжение? Разговор о свойствах философской души. Я показываю, как мы создаем структуру. У вас сразу возникает второй блок вашего рассказа. Второй блок, как его можно озаглавить. Ваш рассказ прекрасен, но как озаглавить второй шаг рассказа? Титул. Роль философии государства или роль философа государства? Роль философа государства? Нет, до этого. Роль философа государства это уже третий образ. Ну и, в принципе, здесь тоже государство. У нас же критика философии. Да, критика философии, ещё какие варианты? У нас же критика философа. Критика философа. Я просто странно не буду нележать, я не буду с контактами. То есть речь идёт о ложном мифе. Кто-то создаёт, кто-то пытается опорочить философию. О врагах. О врагах философии, да. О врожденном образе, о ложном образе философии. И поэтому тогда мы создаём структуру. Очевидно, что когда мы говорили о свойствах философской души, речь шла о чём-то хорошем. Иначе не возникает тогда контраст на второй шаг нашего с вами разговора. Получается, ложный философий. А мы его очень прекрасно описали сейчас, что философы никчемные. Они дают им, то есть кто-то, назовём это некие силы зла, пытаются сказать следующую вещь. Дай философу порудить государством, и корабль пойдёт на дно. Создают в людях отрицательный взгляд на философию, чтобы породить к философам недоверия. Если мы спросим, углубимся в себя, то весь XX век в нашей культуре к интеллектуалам, именно это отношение и создавалось. Ну что там, люди только болтают. И у нас слово слишком разумный. А ты, я вижу, умный, разумный. Это звучит иронически. А ты, я вижу, мудрец такой, да? Считаешь, что философы должны править и так далее. Это всё идёт издавна. Кто-то боится, чтобы умные люди правили. Очередно не умные. Очередно? Очередно достаточно умные, чтобы понимать, что они недостаточно умные. То есть философы — конкуренты, и их нужно опорочить. А для чего? Для того, чтобы мы правили. Мы должны править. И для того, чтобы легитимировать свою власть, мы должны дискредитировать опасного... Потому что он может оторвать власть. Философ — конкурент в борьбе за власть. Когда речь идёт о политике. Философ здесь вообще интеллектуал. Философ вообще здесь образованный человек. Скажем так. Это, в принципе, тоже принцип, что зло всегда видится в одежде добрак. То есть в храме всего прочего. То есть вообще такое превращение. Самодостаточное. Обращение ценностей. То есть самодостаточное, оно видит в одежде добра, и поэтому дискредитирует добро. Да, философы не правят и радуются, потому что только они дорвутся до власти, всё это. Потому что у них нет дара управления. Философы оторваны от мира. И поэтому мифы о философах стали создавать греки ещё из древности. Фалет засмотрелся на небо и упал в колодец. Служанка-афракиянка смеётся. Смотри, что у тебя под ногами, не смотри так вот в небо. А здесь, в шестой книге, постоянно философы смотрят в небо, чтобы лепить нормальное государство. Ну, ещё один вопрос. Художник, это образ художника. Художник. Вот постоянно идёт речь о художнике. И вот это слово «графика», «графос» и вот эти вот графики, художники, которые создают образы. И государство как эскиз. Опять образ художника, эскиза. И тогда мы видим, что это некий образ интеллектуальной игры в государстве. Нельзя прямо воспринимать этот текст, что там воинов, общие жёны, философы правят. Нет, это некий игровой эскиз, как бы мы выстроили правильное государство. Поэтому вот эти игровые сюжеты. Вопрос к эскизу. Там есть такой момент интересный, что Сократ говорит, ну, перед тем, как он начнёт носить линии новых государств, он полностью очистит холст. Вот это что имеется в виду? Как это очищение холста-то происходит? Не только вы рассказчик, но и я рассказчик. Я вам расскажу одну историю, которую я очень часто рассказываю, но очень кратко расскажу. Когда в конце 18 века английские джентльмены в Северной Америке не знали, как им поступить и как им отреагировать на, как им казалось, вероломство Британии, британской короны, которая начала наступать на их права, ограничивать их в торговле и так далее, они решили, что им делать. И когда они прочитали несколько философских книг Джона Лока об общественном договоре и идее, они поняли, что это выход философский. И тогда они вышли из договора, а так и не посчитали, они вышли из договора с британской короной, то есть ушли из состояния политической связи с Британией и перезаключили договор между собой. Это знаменитая Виржинская декларация 1776 года, которая стала образцом для других деклараций других штатов, потом они собрались все вместе, все эти штаты, и уже создали свою конституцию, потом выбрали президента. США, как государство, возникло на расчищенном ватмане. Они стерли договор с британским государством и на новых основаниях перезаключили договор. Так поступили французские революционеры, так была создана бельгийская монархия в начале 19 века. И в принципе, где-то Украина была близка к ситуации недавно, в 2014 году, и в 1991 году мы Советский Союз перечеркнули и вступили в новые отношения. То есть, такую историю можно рассказать. Не значит, что мы должны всех там уничтожить. Нет, мы просто перезагружаем или переописываем ситуацию, или переустанавливаем договор. Так, вот у нас есть второй сюжет. Видите, важно называть сюжетом, переходом. Свой философ, ложный образ, потом, что? Какой следующий шаг рассказывать? Как раз правильный образ философа. Правильный образ философа. То есть... Оправдание философа. Оправдание. Да. Как же это пенели, ложный образ. А здесь можно сказать подлинный образ или оправдание. А оправдание что противостоит? А... Как называется? Антозим, слово оправдание. Отвинение. Отвинение. Тогда мы видим, что это как бы выпад в суде и искусство фехтования. Выпад противника, конкур, удар, сократ. Когда идет написание образа философа, потом идет обвинение этого образа, потом его идет оправдание. Это в вашей памяти как бы сейчас я ставлю такие штаммы. И когда мы так работаем с текстом, мы его запоминаем, когда мы его структурируем. Понятно, как мы работаем с текстом. Мы сами даем название. Хотя в русском тексте, к сожалению, жирным шрифтом мы пропечатали некоторые пункты. Это плохо. Не надо. Ни в одном из других текстов иностранных почти этого нет. Вы должны как бы сами видеть эту структуру. Но это была помощь. Какой следующий шаг после плодовиного образа философа? Кто поможет? Воспитание. Воспитание. То есть воспитание или человек полностью если бы раскатывала о мелочности. Это важно. Воспитание философа имеет доступность для пятияна, поражающего человека на переход в свою жизнь. Можно сказать так, если образ подлинный философа это что-то прекрасное, значит мы должны его культивировать и воспитывать. И знать, от чего нужно отказываться и какие отсекать вещи. Можно сказать так, воспитание философа проблема воспитания. Воспитание философа подробнее будет в седьмой книге написанной, когда будет написан цикл наук. Здесь только это первое наступает. После воспитания философа разговора о философе великодушен антифилософ мелочи. Это мелкая натура и так далее. Опять помните целостный взгляд. Философу свойственно целостного вам открытка. Какой следующий шаг? Давайте правый фланг. Софисты да. Важный момент. А кто эти софисты? Что они делают? Им потакают толпы. Потакают оттуда. Ну да, а тот обучился работая с толпой как с животным. Да, это красивый образ. Вы прием за ножки приятные толпы. И вот это есть превращение ценностей. Они объявляют добром то, что нравится толпе, а злом то, что не нравится толпе. И здесь уже сам Платон выстраивает линию конкуренции. Софисты и появляются как те конкуренты философии. Тоже интеллектуалы. Тоже очень образованные люди, подкованные. Но они конкуренты философии. Почему? В чем конкуренция между софистами и философами здесь, в этом сюжете? Они идут по легкому пути, они по правилу. Они используют философию для ВПП. А эти интересуют познание собственно сущности. Философистам не интересуют сущность, а их интересуют вывода, применение конкретное. Здесь для Платона очень страстный сюжет. Философы служители истины и взгляд с самого начала, это первый шаг сюжета, направлен на подлинное бытие. Они заинтересованы истинностью, софистов истина не интересует. Софисты хотят использовать податливость толпы в своих целях. Они понимают, что толпа изначально не готова принимать истину и пользуются этим. Философам сложнее, им нужно обучить толпу. А софисты говорят, зачем нам тратить излишние усилия? Давайте используем агрессивный и деструктивный потенциал толпы в своих целях. Мы усилим себя, заигрывая с толпой. Наша позиция будет очень сильная. Здесь можно говорить о позиции философа и софистов. И в этом противостоянии сразу видно свойство души философской, подлинный образ философии, что философы познают истину, стремятся быть объективными, охватывать целостным взглядом что-либо. Этот момент очень важен. Ну и наконец, подходим к важному пункту. Что дальше? Это битва между философистами и философами. А что после этого? В каком государственном условии может жить в философии и политике? Возникает вопрос философии и политики. Да. И как можно применять философию, чтобы государство и государство и государство ? Здесь как в математике здесь разное решение. Или мы изменяем государство и тогда свойства в философской душе открываются. Или если государство развращено, идёт вот то, о чём я засчитывал вначале, тогда философ должен как бы закрываться. И главная задача порядочного человека — сохранить себя. Так было в сталинское время, так было в советское время. Человек не мог изменить систему в одиночку. И перед ним вставала очень сложная задача — сохранить себя, свою семью, сохранить порядочность, сохранить уважение к самому себе. Потому что тоталитарная система ломает человека и заставляет его забыть о своём достоинстве. В тоталитарной системе очень трудно сохранять достоинство. А философ — это человек достоинства, человек добродетелей. И вот возникает уже сложный огонь, сложная борьба за самого себя в плохом государстве. В хорошем государстве философ борется за души граждан, в плохом государстве философ единственное, что он может это спасать свою душу, потому что тоталитарная система не даёт ему выйти к людям. Но так было при сталинизме. Нельзя было так открыть. мне всегда волнует мысль Платона, что особо одарённые души при плохом воспитании становятся более опасными. Это есть. Это черта, где он... Одно дело есть одарённые, но в принципе это стажей, то есть люди сильные яростные начала, и с одной стороны, а с другой философ он всё-таки не способен соглинить себя без воспитания, а философы всё-таки должны постараться. То есть это черта, которую он делает между одарёнными душами, но философы это... Это очень важный момент, одарённость это всегда некая сила, да? И если государство развращённое, то оно этих сильных по духу делает своими служителями, и они всё равно добиваются чего-то. И в принципе тоталитарные лидеры такие же очень сильные люди. Это очень интересный момент. У кто-то может быть ещё добавить нюансы. Здесь не прозвучало, что просто не поддаются этому. Просто говорится о том, что страстные души, способные обладающие страстью действительно могут очень много вреда принести посредственно это именно там и речь об одарённости. Просто одарённости. И например мой опыт, я думаю, каждый из вас показывает, поскольку я вырос в больших коллективах с 13 лет, я прекрасно знаю, как структурируется любое общество, в которое ты попадаешь. И это средство вообще всего и общество в целом. Когда он говорит о толпе, то на самом деле толпа нейтральна. Толпа не является какой-либо силой. Потому что большинство людей инертны. Они податливы на влияние. Поэтому там толпе не присущи быть философом. И не присущи. И борьба и борьба за толпу или за народ. А греческий язык очень богатый. И он использует то слово народ, то слово толпа и так далее. В греческом языке 7, 8, 10 терминов. У нас есть только народ и толпа все. А там и демос, и этнос, и охлос по-гречески. И много-много-много других терминов. И поэтому там, где надо, он пишет охлос, там, где надо, он пишет демос, этнос и так далее. Это очень богатый язык, позволяющий по-разному это все рассказать. У нас только два слова, народ и чернь. Можно чернь, но толпа, чернь, да, но толпа чернь уже синоника в каком-то смысле. Толпа чернь уже все равно. Но народ все-таки толпа это немножко разное. Да. Но греческое слово позволяет играть разными, разными, там, демос, этнос я говорил потом, вот охлос, но еще я могу назвать 7-8 слов. Так, и вот мы выходим на финиш. Это мы рассмотрели. И как появляется главная наша сегодня философская тема, о которой мы сейчас и перейдем к тому фрагменту. Из какого контекста она возникает? Этот вопрос о благе, о природе блага. Версия прозвучала. У кого еще? Версия прозвучала в принципе отсылка к предыдущим темам, что есть идея справедливости, идея красоты, но все они важны в стадии блага. Для того, чтобы нужно, чтобы эти стражи, эти философы, они знали, что есть блага. Иначе, если они сами не знают, тогда они будут направлять других, на них себя направлять. Тогда познать идею, ну или как-то уметь идею прекрасного и справедливого можно только в свете идеи блага, пусть только сверху, а не снизу, потому что если снизу, то в большом счете ты теряешься. там такой образ слепого, кстати, что если даже он имеет правильное мнение, он знает, что это такое, то он подобен слепому, который идет правильной дорогой, но при этом он искается слепым. Да, но вы же подтягиваете разницу между мнением и знанием, аналогичным, которое есть у Платона. Это важный сюжет для Платона, который отличает мнение от знаний. Мы о нем говорили на лекциях. И здесь интересный момент, когда он говорит об этом, это 506 CD сверху на страничке 288. Тебя не могут удовлетворить обычные мнения об этих вещах. в тексте догмата обычное мнение догмата. А дальше вот еще ниже. Как? Разве ты не замечал, что все мнения здесь уже доксус, не основанные на знании и эпистемны? Никуда не годятся, даже лучшие из них и те слепы. Если у людей бывают какие-то верные мнения, не основанные на понимании, то чем они отличаются от слепых, которые правили тут по дороге? Этот сюжет, который в Миноне, в конце Минона был, я о нем как раз рассказывал, это показывает структуру диалогов. Какие-то сюжеты, они разбросаны, где-то упоминаются, а где-то разворачиваются более подробно. Даже если мы о чем-то правильно думаем, догадываемся, это не имеет ценностей, потому что мы похожи здесь на слепых, которые правильно идут по дороге. но в следующий раз слепой может ошибиться. Мы говорим, вот, вот эта великая мудрость, посмотрите, слепой находит путь, но в следующий раз не найдет. Если мнение основано на знании, то мы всегда знаем, я помните, сравнил с стрелой, которая попадает в цель. Стрела знания всегда попадает в цель, а стрела доксы иногда попадает, иногда нет. И что вот заостряем сейчас, вот эта идея блага, почему к ней переходят? Важнейшее знание. Это важнейшее знание. Здесь мы переходим. Если философ должен знать, что такое справедливость и подобные ей вещи, то есть идеи там, вот в тексте, когда он говорит, это и подобное им само по себе и подобное им все само по себе, это все идеи подразумеваются, то возникает сюжет, что главное, все эти идеи не станут нам полезными, не послужат нам на пользу, если мы не знаем чего-то, и здесь мы переходим к 505а, идей блага. И эта идея блага, как называется, что это за знание в тексте найдите? Самое важное знание. В тексте «мегиста матема» самое величайшее знание, самое главное знание. Видите, тут не «эпистема» или «чета матема», потому что это еще один из греческих слов. И вот мы пришли теперь к нашему пункту. Знаете, я уже не буду рисовать. Вот то, чего вы боялись, на самом деле, все так просто. Как мы работаем с текстом «Грома», мы его структурируем, мы называем каждый шаг каким-то фильмом, «главное в рассказе хорошим что?» «Правильные переходы». Понимать, почему эти переходы делают. Почему возникает этот сюжет, этот, 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 этот. И самое главное внимание текста на элементарном боковом уровне это искусство видение переходов. Любой сюжет, роман, повесть, фильм, а этот сюжет и переход. Не просто хватает какие-то вещи, а он к нему подошел, а он как-то дровский рассказал, а он сказал, а ты такой, а я ему сказал, как вы помните, как в «Золотом теренке» общались два персонажа, Банниковский и Шура Балаган. Вот, совершенно, когда они рассказывали историю свою и так далее, не пытались деньги. Теперь мы анализируем на вторых моментах вторая часть нашего занятия. Когда возникли вопросы и комментарии по поводу первой части? Всё не так сложно, но то, что я вам говорил, когда мы анализируем, рождается понимание здесь и теперь. Вы читали дома, но когда мы это проговорили, проступают контуры. И эти контуры поступают в вашем же сознании. При одном условии, если вы внимательны, потому что не всем это просто концентрироваться и следить за сюжетом. Это всегда очень тяжело. Длинный фильм сложный, длинное музыкальное произведение, сложный текст и такой сложный человек, как я, потому что всё время что-то говорит и так далее. И утомляемость сознания, нетренированная, и мы проваливаемся, возникают провалы. Когда возникает провал, мы что-то упускаем, потом подключаемся и уже не можем понять, о чём тут говорится. Кто сейчас, для того, кто только сейчас включился, никогда не поздно, мы говорили о структуре шестой мы просыпаемся. Это состояние бодрствования и сна бодрствуем. Вот теперь мы... ещё важное, пожалуйста, это осуществимость, это идеальное бодрствовство, одна из претензий вообще к Платону и почему некоторые называют, что это утопия, что это несуществующее. И здесь он тоже работает с этим, аргументом, контраргументом. Он говорит, так, это возможно, но трудно. То есть он признаёт, что это трудно, но при этом увидел для себя это возможно, то есть он не считает это чем-то неосуществимое значение. Часто у него обороты, так заканчивается один из диалогов, пир. И часто это греческие поговорки, которые он использует. Мы думаем, что это Платон сказал, но это греческие поговорки. Одна из них, главное, всё прекрасное трудно. Казалось бы, прекрасное должно легко добываться. Прекрасное легко добывается, но прекрасное трудно. справедливое трудно, хорошее государство трудно, быть философом трудно. Это вот для многих современных людей звучит очень плохо, потому что нам ловкие софисты современные говорят, что сюда же приятно. На позитиве. Не напрягает. На позитиве, да, да. Да, сейчас за пять минут следите за руками. А если вам трудно, не осмотрите, это напрягает люди, это вот тяжёлые вещи говорят, о, боль, час от вас требуют. Ещё такой, знаете, ложный ход современных софистов, мы сами иногда это перенимаем, когда мы говорим, спасибо за ваше время, спасибо. Вот как бы человеку внушают, что его время это что-то настолько, большую часть днём мы всё равно посвящаем на всякую ерунду. Но нам внушают, что не, не надо, час, два, ваше целое время, десять минут вас займу. Внимание, десять минут. И сейчас за эти десять минут всё вам разложу по полочкам. Там, где трудно, там, где всё это ложный путь, понимаете. И поэтому возникают здесь и за тридцать минут Канты. Это тоже важно, я тоже пытаюсь это делать. Но я не говорю, что если я вам рассказал Канта за двадцать минут, вы и поняли Канта. Это первый шаг, как и здесь. Эти образы направляют для дальнейшего мышления. Кант за тридцать минут для того, чтобы читать Канта, а не для того, чтобы считать, что ты уже специалист по Канту. Это такой путь ложный очень, да? Можно вот по поводу софистов и философов. Вот так во времени я просто, ну, вот смотрю, мы определили софистов, что они как бы приспославливаются, они смотрят, как, чего толпа хочет, и они это и дают. То есть, и получается, что время поменяется, то есть, тут толпы тоже немножко разные бывают акценты, да, свои желания. Получается, философ сквозь время, сквозь историю, он, в общем-то, все время говорит об одном и том, что, потому что основные веки не меняются. А софисты, они, они каждый раз разные, но в этом они одни и те же. То есть, они все время приспосабливаются к меняющимся взвоззрениям в обществе. То есть, так их... Это как литературные сюжеты. Литературоведы знают, что в мировой литературе есть несколько набор, минимальный набор сюжетов. Так и философии, как мы говорили в прошлый раз. Главная тема, главная шахматная партия. Вот одна из них философы-софисты. Одни говорят, слушайте, стремиться к истине это тоталитарно. Истина нам не дана. И говорят, это блестяще, как некоторые там французские постмодернисты, некоторые, как современные какие-то такие вещи. Да, никто, ничего. Поэтому давайте просто... На самом деле, они внушают нам, что истины нет, но это позволяет им приходить к власти интеллектуально. Без усилий, внушая, что истина недостижима, они каким-то образом противоречия логике требуют от нас подчинения, внушают, что они интеллектуалы. Раз истины нет, слушайте меня. Это на самом деле так. Я так хорошо говорю, и вас очень хорошо. И вас очень хорошо говорить, и хорошо говорить о том, что истины нет, смотрите, следите за руками, и будете такими же блестящими, как и я, если там какой-то французский, молодой, красивый, шарф, платочек, жест эти французские, я вам буду очень отсылать очень много к поэзии, к литературе, какой я блестящий интеллектуал. Но то, что я говорю, ни в коем случае не об истине, уж это тоталитарно. Кто говорит объективность, истинность и так далее. Сократ противопоставляет этому простой быт и ремесла всегда. Он говорит, ну хорошо, если интеллектуалы говорят, ничего, истины нет, но тот, кто делает хорошо сапоги, но должны они носиться. Вот я пополняю примеры. Человек, архитектор, делающий мост, предполагает, что мост будет стоять. Врач, который ставит диагноз, он предполагает не дискурс о разных мнениях, а извини, диагноз правильный или неправильный. Сыр хороший или плохой, вино хорошее или плохое. Никто не довольствуется обладанием мимого сына? Никто не довольствуется. Когда я прихожу к кардиологу, мне не интересует его дискурс о разных видениях работы сердца. Я спрашиваю, что с сердцем и как его лечить. То есть получается, что хитрые современные софисты, внушая нам идею тоталитарной истине, игнорируют устройство всего мира, которое строится на поиске адекватности, объективности. Они говорят, а вот именно здесь, в самом царстве мысли, объективности никакой. В суде, да, убил или не убил, украл или не украл. А то, знаете, сидит, двеноприсяжный, говорит, у нас разное мнение, а давайте вот подумаем, украл он, не украл, разное мнение. Нет, украл или нет, убил или нет. Ну почему бы не украсть вообще? А почему бы не украсть? А в конце концов, вы знаете, он же ее сын. И вообще, у нас твое, разве это зло, кто сказал? А где критерии изучения добра и зла? Ну тут, по этому глагону либо мозг проваливаться, либо по ним ездят машины. А вот здесь возникает опасность, смотрите, когда мы уже говорим о политике, а когда мы говорим о политике, а хороший политик, плохой, это кто? Тот, который хорошо севирует стол. Тот, который хорошо севирует политический стол, политическую кухню, тот хороший кулинар или плохой. Плохой кулинар – это когда умирает половина гостей после обеда. В плохом государстве вдруг куда-то исчезают граждане. Он плохой кулинар, но он хороший менеджер. Да, он плохой кулинар, но хороший менеджер. И если у нас исчезло 7 миллионов человек в государстве до последние годы, ну да, они уехали и в поисках хорошей жизни. Он хороший менеджер. Нам не нужно сколько граждан. Если исчезнет еще 10 миллионов, мы не скажем, что это плохо. Да, это нормально. С пастухом он его сравнивает. Он говорит, странно называть пастуха хорошим, если у него все время стадо уменьшается. Кто же не будет? Видите, сюжет очень похожий. Очень похожий на украинский, да, вы понимаете? Куда-то исчезают поголовья скота, извините, да, куда-то исчезают, но пастух хороший, да, потому что хорошо смотрит за стадо. Мне понравилось, Миша, этот образ, что получается, получается, что софисты действительно делают так, что максимальное количество людей резюмируют. И тут, как бы, сразу действительно возникает мысль о том, что признание большинства – это далеко не лучший критерий. С одной стороны, с другой стороны, ну, это вот как поп-культура, да. То есть поп-культура, она волнами, она все время меняется, и это все развивается, а философия, она стабильна. И вот поп-культура, она всех захватывает, и все говорят, ну, это же тысяча людей признана, это же так хорошо. Вот, и получается, ну, следующая мысль насчет политики, что сама, ну, действительно, демократическая система, она так устроена, что априори, да, ее, как ставленниками политическими, всегда будут софисты. Потому что она всегда опирается именно на резонанс количеством людей. Вот это не очевидно. Это не очевидно, потому что речь сейчас идет спор в современном мире о разных типах демократии. Есть понимание демократии вульганное, все решает большинство. А есть система, которая строит демократию на других принципах. На системе сдержек, балансов, когда… Институты. 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 Право. Институты, аристократия. Да. Ну, и философы – это не отдельные люди. Мы же говорили с вами в прошлый раз, что философы – это образ разумного управления просто. Да. Можем назвать это кем угодно. Кем угодно. Но главное, чтобы государство разумно управлялось. Кем угодно. Да. Чтобы система строилась на разумных началах, чтобы правильно управлялась. Как и кардиология, как и кулинария, все разумное ведение хозяйства. И критерия очень простая. Функционирует или нет вообще-то? Ну, то есть, так же, как и с сердцем, да? Сердце либо работает, либо не работает. Ну, Платон к этому аристократии добавляет, что оно хорошо должно работать. Да. Просто работает, нас еще не устраивает. Хорошо работает. Да. Здоровье. Ну, вот если теперь убыстрить наш дискурс. Видите? Мы говорили, но мы увидели некую структуру. «Идея блага — это самое главное знать». И собеседники просят раскрытием, в чем же эта идея. И дальше возникают эти две базовые метафоры. Давайте попробуем убыстрить наш разговор и рассмотрим первую из них. Вот как разворачивается сюжет. «Идея блага важна. Без ее познания ничто не послужит нам на пользу». Дальше речь идет о порядке в постоянном государстве. И вот здесь возникает с 506 Дальше. Вот это метафора первая. Давайте попробуем ее кратко описать. Метафора. Метафора Солнца. И собеседники просят, расскажи нам об «Идеи блага». То есть мы видим нечто не благодаря тому, что у нас есть зрение. Между глазами и видимым, и тем, на что мы смотрим, есть нечто третье. И это следует. Не у меня кто, а мы просто благодаря вслед. Благодаря вследу. Мы еще лучше. Благодаря вследовому существу есть. Благодаря Солнцу и есть то, что мы видим. И причиной того, что мы видим, и благодаря ему мы можем видеть. И источником Света является Солнце. Так. Благодаря Солнцу существует все, что существует. Давайте теперь. Что язык должен нарисовать? Может кто тут рисует или нет? Здесь есть зрение. Почему важно рисовать, когда мы читаем здесь зрение? Здесь русский язык более приспособлен к слову «зримое». Слово зримое. Понятно? Да. То, что мы видим. Или видение видимое. Это возможно благодаря тому, что есть Свет. Поскольку зрение светообразно, и зримое зримо потому, что есть Свет. Выключен свет в аудитории, и ничего не будет. Солнце зайдет, если звезды и Луна не будут светить, и мы ничего не различаем. Но все эти три элемента, и связующие свет, фос, и зрение и Луна, они зависит от Солнца. Можно перед тем, аналогия, что он до возраста смертается? Так. И это освещает идею, это видение, это видение, это видение, это видение, и видение, что мы ощущаем. И то, что мы, как он сказал, можем видеть, но не думать, а идеи можем думать, но не видеть. И из этого он, из всех чувств, которые имеет человек, он захватывает именно до зрения. Как наиболее благородная часть восприятия. Зрение, наиболее близкое к пониманию. Он считает, что зрение ближе всего к пониманию, к мышлению. И вот, когда мы обращаемся к тексту 506Е. В начале главком говорит, если это такая важная идея, здесь мы с вами, я переключаю занятия, здесь мы вместе читаем фрагмент. «Ради Зевса Сократ воскликнул главком, не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение, у нас будет достаточно, с нас будет достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты рассматривал справедливость и все остальное». И что говорит Сократ? «Мне же, дорогой мой, это тем более будет достаточно. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне». Это знаменитый сюжет умолчания, здесь появляются намеки на неписанное учение. Это то, что мы оставим в стороне. Неписанное учение называется у Аристотеля уже впервые, что Платон в Академии говорил о чем-то, что не написано. Называется это аграфа догмата. Аграфа догмата. Неписанное аграфа догмата, здесь учение в виде догмата. Идея блага, она присутствует в другом виде, например, в Пармениде как единая. Она по-разному называется. Но потом у него есть устная речь о благе. Неожиданно здесь написано. Аристотель в «Начало гармонии» рассказывает, как это выглядело, когда Платон решил рассказать о самой сокровенной части своего учения. Аристотель всегда рассказывал о том, что случилось с большинством пришедших послушать лекцию Платона о благе. «Каждый пришел, думаю, знать что-нибудь о так называемых общечеловеческих благах – богатство, здоровье, силе и так далее. Когда же оказалось, что речь идет о математических предметах и числах, о геометрии и астрологии, есть астрономии, и, наконец, о том, что благо есть единое, видите, вот благо есть единое, а в Пармениде оно как единое, то они, как я полагаю, были совсем сбиты с толку, и тогда одни исполнились презрения к сказанному, а другие даже бронили его». Это любил рассказывать Аристотель. Видите, это так передается внутриакадемическое учение через века в античности. Вопрос, почему Аристотель любил это рассказывать? То есть он своим ученикам постоянно вспоминал о своем 30-летнем учении в Академии. Говорил, вот, когда Аристотель позвал ближайших учеников, чтобы рассказать им о благе, вот это произошло. Возвращаемся к тексту. Видите, есть непрямое указание. То есть мы пока оставим это в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которые… и так далее, и так далее. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него походит, я охотно поговорил бы. Здесь речь идет о «экгомос» – «порожденное» или «порождение». А «благо» называется… как называется здесь? «Благо» называется относительно этого «порождение». «Порождение» – это «сын». «Порождение» – «порождение». «Порождение». «Порождение» – «порождение». 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 в своей сфере, в своём царстве. Потом идёт о двух царствах, Басилея, о двух царствах. Как Сын правит в своём царстве, у нас будет намёк на то, как Отец правит в своём царстве. И вот как же Сын, мы это рассмотрели. Зрение, зримое, свет. Солнце является не только причиной зрения зримого и света, но и существованием всего чувственного. Потому что всё произрастает благодаря солнечному свету, разбивается и так далее. В соответствии с этим, благо как будет рассматриваться? Кто нашёл в тексте фрагмент, где речь идёт об аналогии теперь Солнца и благо? Благо — это Отец и Мама, желает у них причинного. Но когда идёт вот как Солнце там, так благо здесь. 509 подсказывает то, что дома. Сейчас я буду медленнее, я буду сейчас... Солнце даёт всему, что мы видим не только возможность быть видимым, но и рождение света, даже и питание, хотя само оно не есть. Нашли, это 509 Б. Итак, чтобы все нашли в тексте. Солнце даёт всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, геннесси, рост. Да, вот ниже. Как же иначе? Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно даёт им и бытие, и существование. Хотя само благо не есть существование, оно за пределами существования, превышая его достоинством и силой. То есть, согласно этой частной структуре, здесь возникает другое. Здесь возникает, с одной стороны, познание. Познаваемое. А познаваемое здесь — это ноэтан. Это ноэсис. Там и гнорсис в тексте, мы говорим о структурах. Это есть идеи, на самом деле, подлинное бытие. То, что он обозначает здесь, в греческом тексте, это именно мусия. Вот то, что он обозначает здесь, это именно мусия, то есть бытие или скучность, когда это приводит. Речь идёт о сфере идей. И благо здесь является принципом и познания, и познаваемого. И познания, и бытия. Но само благо выше, и познания, и бытия. Платон хочет сказать, что благо — принцип каждой из идей. И отношение между идеями. И без благо мы не пойдём в интелегибельный мир, мы не поймём идеи, мы не поймём, как они между собой сочетаются. Мы не сможем, мы не получим ключ к миру идей, к тому, что называется справедливым самим по себе, прекрасным самим по себе, и так далее, и так далее. Все у самих по себе. Вот здесь выстраивается такая аналогия. Мы, к сожалению, не имеем времени, чтобы рассмотреть все детали. И поэтому ставим здесь троеточие. Вот первый шаг. О благе не говорим, скажем, о Солнце. И как Солнце в этой вот структуре, точно так же благо в структуре, превышая достоинственные силы, и потом, я всегда это говорю, в латинском тексте будет в текстах слово «трансценденция». Благо здесь как трансцендентный принцип. Он выше и познания, и выше бытия. Это абсолютно трансцендентный принцип. Он как бы во всех идеях прошивает все идеи своим образующим началом, но он выше идеи. То есть он непостижим для прямого усмотрения. Мы знаем о благе с помощью идей, но само благо непостижима. И второй отрывок — это линейная аналогия. Помогите мне. И что тут? Что есть по миру. Сначала мы и самопределем. А может кто-то спелый? У вас такой пол, что можно тут при скоплении слушателей просто упасть. Ну правда, да? Идея. И оставляет картина, особенно. Ну давайте запоминающийся ищет. Запоминающийся ищет, да? Особенно для упавшего. Очень скользко. Отрезки. Я их рисовал на одном из занятий. Красиво-красиво-красиво-красиво. Потом мы постигаемый мир, чувственный мир. И здесь у нас тени и ображения. Зримый пока... Зримый — это хора «Тон» в тексте. Умкостигаемый — «Ноэ Тон». Эти две сферы. Страница 292. Так вот, считай, что есть двое владык. А буквально здесь два царства. Вот эти два царства — это символ геометрический двух этих отрезков, которые ещё делятся на два отрезка. В результате возникают четыре отрезка. Два нижних отрезка — чувственный мир, два высших — умственные, уморностижимые. Здесь у нас идёт беспредпосылочное... Архе анипотета. То есть абсолютный принцип или беспредпосылочный принцип. Почему он беспредпосылочный? Потому что он настолько превышает всё, что он можно перевести как абсолютный принцип. Это будет правильно. Это принцип абсолютный. То есть есть два мира. Мир чувственный, есть мир непосредственно постигаемый. В мире чувства мы воспринимаем с помощью органов чувств. Живые существа, предметы. Или их отражения. Или их отражения и образы. С миром непосредственно постигаемым сложнее. Попробуем объяснить. Ну, то есть, мне кажется, Палдун объясняет через то, благодаря чему мы можем соприкоснуться с миром постигаемым. То есть есть беспредпосылочное... Это то, с чему мы можем... С чему мы можем прикоснуться, постигаемым непосредственно самим идеям. И есть, как бы, более низкая сфера, до которой мы можем дотянуться рассудком... С помощью геометрии и других наук. То есть, почему предпосылочное? Потому что вот эти вот образы, ну, как модели, они являются предпосылками для выведения некоторых принципов и закономерностей. Я так понимаю. Да. Правильно. Правильно. Здесь вот в тексте обозначено на странице 293, сверху, 510cd. Помните, я говорил, что нижняя сфера умопостигаемого — это дикоэси... Дианоэ — это рассудочное познание. А верхний слой — это нойси. Напишем красный челос. Дианоэ — это нойси. Дианоэ мы переводили как дисклассивное познание. Оно ещё пользуется чувственными образами, как начертание геометра, например. Или числа, которые ведут к чему-то, что они чувствуют. В то время как верхняя часть нойси — это чистое познание интеллектуальное. Это и есть диалектика, это и есть философия по Платону. Отличие от этого уровня в том, что математики исходят из того, что необоснованно. Они не объясняют, что такое там те или иные вещи. Это археоматическая система. А археомы не доказуем, они принимаются. В то время как философ пытается обосновать и самые исходные элементы нашего познания. И об этом сказано в тексте. Вот эти две странички отметили для себя. И есть… Всё-таки Сократ оказался хитрым, и неписанное учение вывел в этих тёмных фразах. По-гречески они считаются совсем по-другому. Здесь русский текст, хотя он прекрасный перевод, наиболее невнятный. Потому что это здесь вот начиная беспредпосылочное начало жирным шрифтом внизу. Вот, смотрите, я… Просто следите за мной сейчас. Мы так к концу приближаемся, скоро мы завершим. Так собираем свои, концентрируем всю оставшуюся энергию. Но следите за текстом. Один раздел умопостигаемого. Душа вынуждена искать на основании предпосылок. Предпосылки в тексте гипотезы. Предпосылки в тексте греческом звучат как гипотезы. То есть душа пользуется гипотезами. Искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем, другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылок, гипотез, к началу, такой предпосылки не имеющему. Начало здесь архе, это принцип можно перевести, к абсолютному принципу. То есть там, в сфере Диана и Я, мы исходим из предпосылок, а в сфере Ноисис мы от предпосылок происходим к чему-то абсолютному, где эти предпосылки находят обоснование своё, где они только и могут быть осмыслены. И вот здесь самый невнятный фрагмент, который по-гречески звучит абсолютно ясно, здесь не ясно. Без образов, как было в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь, то есть душа. То есть сфера Ноисис — это когда мышление поднимается на уровень взаимодействия между идеями. Когда мы оставляем сферу, связанную с примерами, с образами, с символами, и переходим в сферу только чисто соотношения между идеями. То есть душа идёт по пути идей. Это путь диалектики, это философский путь. И в диалогах Платона очень редко это происходит. В начале Филеба, во второй части Парменида, в конце софиста, в нескольких частях Тимея Платон показывает своё главное обучение. Оно похоже на очень структурированную абстрактную систему принципов. Вспомните, кто из вас читал «Сломался на второй части Парменида»? Да, единое. Единое, единое существует и так далее. Вот эти вот очень сложные вещи. Или в Филебе, когда речь идёт о пределе, беспредельном соотношении между ними и так далее. Вот это самая тёмная часть. Потом идёт фрагмент. Он говорит, что в диануе, вот эти математики, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счётом и тому подобным, предполагают в тексте ипотемены в любом случае исследования, будто им известно, что такое счёт и нечёт, фигура и так далее. Они, принимая за исходное положение, считают нужным отдавать них отчёт себе. То есть они исходят из неких аксионов. Исходя из этих положений, они разбирают всё остальное, пока не дадут до конца. Философия идёт другим путём. Ниже, 511. Пойми также, что вторым разделом умопостигаемого, я называю то, чего наш разум, в греческом тексте логос, достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения, гипотезы он не выдаёт за нечто изначальное. Напротив, они для него только предположения как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, в тексте архе «всего», которые уже не предположительно. Достигнув всего и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, в отличие от Дианы, но лишь самими идеями в их взаимном отношении. И его выводы относятся только к ним. То есть сфера ноисис — это диалектическая часть нашего мышления, которая основана только на идеях. И вот теперь совсем близко мы подступаем, разбираем два абзаца, а после этого завершающая часть семинара — вопросы, ответы, разборы. Давайте внимательно вместе прочитаем. Собеседник говорит, «Я понимаю, хотя и не в достаточной степени. Мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. Однако ты хочешь установить, что бытие и всё умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее». А в греческом тексте совсем по-другому. «Диалегиста, эпистемы, ту, он, тусы, дали, дали». С помощью диалектической науки эпистемы. А здесь с помощью просто диалектики. В греческом тексте более чётко. С помощью науки диалектической. Или науки диалектизирования. А на эпистемы диалегиста, то есть науки рассуждения. А в греческом тексте — это диалегиста. Чем то, что рассматривается с помощью только так называемых наук, которые исходят из предположений, то есть математических наук. Правда, такие исследователи бывают вынуждены созерцать область и мы постигаем при помощи рассудка. Где оно? Я здесь снова. А непосредством ощущения. Но поскольку они рассматривают её на основании своих предположений, не восходя к первоначалу, то, по-моему, они не могут постигать её умом. В термине в греческом — нус. Рассудком они не могут коснуться первоначала. Его может сделать только нус. Вот это дух, о котором мы говорили. Идём дальше. Хотя оно вполне постигаемо, если постичь её первоначало с новоархием. Рассудком же ты называешь, по-моему, ту способность, которую встречаются занимающиеся геометрией и им подобных. Это диамы, математические науки. Однако это ещё не ум, нус, так как рассудок занимает промежуточное положение между мнением и умом. Тут устраивается сразу несколько состояний. Сократ обобщает, как профессор в дискуссии. «Ты высказал полнейшее понимание. С указанными четырьмя отрезками соотнеси мне те четыре состояния, что возникают в душе». Здесь состояние — это патус. Четыре патуса души. То есть вот эта структура рисует антологическую структуру реальности. Как устроена реальность? Тени? Тень стола, например. Давайте рассмотрим. Давайте на столе пройдём все эти четыре ступени. Стол тени отбрасывает где-то, нет? Потому что свет верен. Мы видим тень стола, это соответствует нижнему уровню. Сам стол — это второй уровень снизу, то есть сами вещи. Геометр, чтобы описать идею стола, вынужден чертить на доске фигуры. Это третий уровень рассудочный. А философ прямо говорит об идее стола, его соотношении с идеей аудитории, с идеей здания, с идеей города, идеей Вселенной или так далее, или идеей прямого угла. И так далее. То есть этот стол существует в четырёх главных состояниях реальности. По платону мир состоит не из четырёх реальностей, реальность одна. Подлинная реальность — это мир идей. Но поскольку и свет имеет несколько стадий, например, свет Луны и свет Солнца, или вообще ночной свет, где ничего не видно, как в пещере, то и реальность имеет четыре уровня ясности. Тени, самые вещи, попытка эти вещи схватить в математических или геометрических соотношениях. Мы же стол можем ещё измерить. То есть мы рисуем квадрат, а можем его просчитать и сказать, что этот квадрат имеет метр, скажем... 81 на 80. 81, да. Вы точно знаете, да? Слушайте. В аликте, 81 на 80. То есть поднимаемся на третий уровень, когда можем посчитать, начертить фигуру и, так сказать, идея стола. Так вот, этим четырём уровням реальности соответствуют четыре состояния души. Как реальность устроена иерархически, так и наше познание устроено иерархически. Вот здесь это дальше давайте завершим. И здесь это четыре состояния возникают в душе, говорит Сакрам. На высшей ступени разум, видите, непоследовательность переводчика. В греческом везде а вот тут то ум переводит, то разум переводит. И впечатление, что здесь какая-то икоррегристика. А Платона чёткая терминология всегда соблюдается. Поэтому я говорю отличие оригинала от перевода. На высшей ступени разум, на второй рассудок третье место уделили вере. Истис. Почему вера здесь? Потому что мы доверяем чувственному миру вокруг себя. Большинство людей не спрашивает, как всё это, есть ли это или нет, реально это или нет. Он доверяет. Есть стол, есть и так далее. Это мир веры. То есть допущение мира как нетребующего вопроса. Мы живём в чувственном мире и считаем, что это есть реальный мир. И, наконец, четвёртый уровень уподобления. Это эйкосия. Потому что икона по-гречески. Мир образов. И расположи соответственно считая, что насколько то или иное состояние причастно истине алетеяс. Столько же в нём и достоверности. Сафенеяс. Здесь не достоверность, а ясность, свет. То есть можно говорить о том, что и наше познание связано с разными уровнями света. Снова это солнце, помните, и все эти соотношения. И понимаю, я согласен и расположу их так, как ты говоришь. Вот заканчивается шестая книга. Вот здесь основание всей метафизики, эпистемологии, будущей Европы, всей традиции. Даны главные термины наших познавательных способностей. И дана их иерархия. И показано, что четырём уровнем реальности соответствуют четыре уровня познания. Одно дело, когда мы в тенях и подобиях ищем, тогда мы как слепые прокладывающие себе дорогу. Другое дело, когда мы видим сами вещи, третье, когда мы о них рассуждаем с помощью наук. А четвёртое, когда мы науки пытаемся обосновать в неком самом высшем принципе. И для Платона философия является обосновательницей всех наук. Она спрашивает не то, как мы в той или иной науке познаём, а спрашивает, что вообще такое познавать. Не те или иные законы, там, физики или законы чего-то, там, экономики, а что такое законы вообще? Не что такое справедливые те действия, те и те, а что такое справедливость вообще? То есть здесь мы подходим к теме целостного видения, звезд позиций целого, то, что собирание, собирание всех этих многообразных областей, точно так же, как и каждая идея является единством во множественности. Идея благочестия, идея справедливости, собирание множества случаев справедливости под идею справедливости. Множественность прямых углов в этой аудитории, подводя под идею прямого угла как такового. Ваше рассеянное усталое внимание под идею внимания как такового. То есть всегда это собирание множества в единство. И задача, завершая обучение в диалогах состоит в том, что мы или собираем множественное свидетельство, на доске писал синтез, или, если мы хотим иллюстрировать и объяснять другим, мы уходим в анализ. Что такое это начертание? Это же анализ. Мы чертим линию, делим её, это анализ. И пытаемся с помощью примеров показать ту или иную идею соотношения между теми. Вот так я просто слежу за временем, чтобы мы не усложнили, удлинили себе этот путь. Теперь замечания у нас, может быть, 5-10 минут, насколько хватит за час. Вопросы по прочитанному рассмотрим. Структура понятна. Видим, как уплотнилась шестая книга. Разговоры, примеры, корабельщик, кузнецы приземистые. А потом резкий всплеск, и приоткрылось неписанное учение. Соотношение всех знаний, наук, реальности и так далее. 5 секунд медитации. Можно просто чувствовать собеседникам, главкому и одиманту. Мы сами чувствуем, как трудно за этим всем следить. Помните, я говорил, что это родственники Платона. Это близкие люди Платону. И он их специально подставил вместо себя здесь. Подставил вместо себя. Понятно, почему многие хотели высокорадо убить. Убить, потому что нам вообще не хочется делать виситые. Потому что он нормально оголял их глупость. Ну здесь он относится к ним очень бережно. Он с ними относится, как с детьми в садике. Он говорит, да, это вот сейчас тебе так вот, значит, Петя и Вася. Тебе пока... Вы спрашиваете о благе, но вам это ещё сложно. Я вам сейчас сказку расскажу. О солнышке. О свете солнышка. Вот оно всё освещает. Видите, как всё хорошо. И потом подумайте. И это похоже, как благо в сфере идей. В сфере познания. После этого миф о пещере иллюстрирует этот отрезок. И всегда об этом говорю. Потому что снова пещера. Уровень вещей — это уровень выхода ночью при звёздах и луне. Когда есть свет, но он слабый. А уровень при свете дня — это абсолютная ясность в свете идей мы познаём. Одно мы познаём в свете просто вещей. Тогда это похоже на лунный ночной пейзаж при свете звёзд. Другое дело, когда яркий свет солнца. Солнце здесь опять заместитель блага. Он же советует всё-таки выводить сначала пока солнце. Да, чтобы не ослепнуть. Чтобы не ослепнуть. А потом мы смотрим и на солнце с помощью логосов, чтобы не ослепнуть. Это два типа стихий. Да. И благо нельзя усмотреть. В Евангелиях, в Евангелии от Иоанна сказано по-другому. «Бога не видел никто и никогда, и единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так говорится на дальний перевод. У Платона наша структура. Благо непосредственно схватить нельзя, оно абсолютно трансцендентно. И благо можно вообразить в себе с помощью его Сына, Солнца. И показать структуру отношения блага и идеи с помощью пока аналогии. Мы закончили здесь, здесь можно и... Все-таки не сильно разумела. С одному боку, есть такая аналогия, что благо, как Солнце. А с другим боку, Солнце, это породжение благо. Породжение, это значит, что Солнце благоподобно. Греческий язык постоянно это говорит. Точно так же наше зрение и свет Солнце подобны. Я сейчас не говорю точно по-гречески, но это звучит примерно так. Это «гэрио эйдэс», например. Вот такие слова он образует. Или «агато эйдэс», то есть «подобное благо». Потому что вы когда-то видели детей, родителей. Дети часто похожи на родителей. Они говорят о родителях, о своём воспитании. Они похожи на родителей. Вот точно так же и Солнце, как Сын блага, говорит о благе, но не прямо, а неся в себе его признаки. От генетики до черт лица каких-то, до манеры поведения и много-много воспитания. И ребёнок говорит даже, когда он молчит, из какой он семьи, как его воспитывали и так далее. Да, такой ребёнок, Солнце. Ещё вопросы? Вот что-то, вот, я не перелагаю на вопрос о неудовольствии. Солнце — это не удовольствие, но, как говорится, то ты можешь учить многочувств. Совершенно непонятно. Процитируйте фрагмент. Вот так, вот, я же говорю, что-то. Ладно, финансово. Укажите нам фрагмент. Я не вижу, что-то есть. Что-то есть. Какой фрагмент или страничка? Солнце 9. А страничка у вас есть, мы, в книге, да, книга? Солнце 9, что? 10 минут, теперь у нас страничка. Солнце 9, там, я скину. Правильно? Да. Да. Я слышу, да. Цитирую. Я могу прочитать. Не уже читайте. Да, да, читируй. Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным, если по твоим словам от него зависит и познание, и истина, и само же оно превосходит их своей красотой? Но, конечно, ты понимаешь под этим не удовольствие, не кощунство, и лучше от как рассматривай его образ. Скажут, солнце даёт ему. То есть наоборот всё прекрасно. Не кощунство, это значит, не приписывая прекрасному солнцу ни удовольствия и так далее, и так далее. Солнце рассматривается как некий сакральный принцип. В принципе, у многих народов, и египтян, и у греков, Аполлон, мы говорили об аполлоническом начале, это одно из главных начал. Вот Аполлон, собственно, это Бог солнца. Даже Христа будут писать в образе Аполлона часто. Вот это слово «неудовольствие» меня не сподержит. Но оно не туда относится. Он говорит, что это связано с неудовольствием, он говорит, не кощунствуй, то есть не говори глупости. Не приписывай солнцу. Это не об удовольствии, но чувственном удовольствии. Я так понимаю, конечно же, это не об нечувственном удовольствии. То есть когда мы говорим о благе, мы не говорим о чувственном удовольствии, о наслаждении. Да, это здесь тоже. Одно из главных представлений толпы о хорошем, это то, что приносит удовольствие. И мы говорим, вот какой высокий принцип, уже солнце. Это удовольствие, он говорит, не говори глупости, или не кощунствуй. То есть это то, что выше удовольствия. Удовольствие не является критерием блага или критерием солнца. Не говори, не приписывай то. Удовольствие так считает большинство, что наше благо состоит в удовольствии или в развлечении. Вот в этом смысле. Это свойство, которое унижает благо. В данном случае. Но опять же слово греческое, потому что часто философия описывается как наивысшее удовольствие. Но это удовольствие нечувственное, это удовольствие, связанное с любовью, называя там эрос, эротические восторги. Просто тут, видимо, какое-то неудачное слово. Оно, во-первых, не написано. Не, оно написано, это и на одним словом. А я не могу сказать, что вы думаете. Ну, возможно. Это достаточно. Может, да. Брак текста. А можно я подправлю эту схему? А если что, вы меня подправите? Да, конечно. Можно что-то стереть. А можно поверху проехать. Ну, я просто, если я... Красная немножко плохо пишет. Лучше взять зеленый или синий. Хотя, если следующий путь, если мы закончим, то есть, на них обещение, да? То есть, я всегда душу, что тени, чем отражение. Потому что он говорит же, вот тени, потом надо на озерце посмотреть, помните, выводить надо постепенно. Ну, это, да. А вот здесь я пишу, ну, то есть, понятно, что дианония, ну, как бы идеальные образы. Я так пишу. Ну, идеальные образы, это только часть дианонии. Почему? Это удобно, как иллюстрация, но это не заменяет. Да, да, да. Ну, потому что, какой-то надо дать людям какой-то пример, да? Ну, это, например, геометрическая фигура. Например, квадрат. Вот мы говорим. Идеальный образ, идеи. Ну, потому что, ну, когда мы рисуем, мы считаем, вот, квадрат, да? Ну, то есть, ну, на самом деле, нарисовать идеальный квадрат невозможно. Но у нас у всех есть представление. Ну, так же, как, там, точку вообще невозможно изобразить. Но мы все рисуем, говорим, что точка. Да. То есть, это вот предмет, условно сказать. Да. Это точка, это круг. То есть, А сюда, когда мы идем, я говорю, это когда мы пытаемся понять, что же такое точка. То есть, здесь мы из точки исходим вниз, да? То есть, это дианоэ, это когда мы отсюда и идем уже вниз, тогда мы строим и здание, например, там, или какие-то конструкции, но нам нужно знать свинь, да? А Нойесис, это когда, то есть, это правильно ли, вот это такой вопрос, правильно ли, что Платон, когда говорит о втором плавании, это вот сюда. То есть, когда мы отсюда начинаем видеть, это так, я понимаю? Второе плавание — это когда мы меняем образ видения и не ищем физические причины, а ищем подлинные причины. Это образ Фидона. Поиск подлинных причин — это значит поиск идей как подлинные причины. — Да, это навигация в сферу философского знания, плавание в сторону Земли. — Да, это расходное впечатление, оно позволяет, когда мы сюда поднимаемся, это позволяет нам уже трансформировать мир, правильно? — Да, ну, как бы схватывать его в едином взгляде. — Трансформируя, то есть что-то сделать, создать, да. А когда мы идём сюда, тогда это позволяет трансмутацию, то есть качественные изменения. — Ну, можно и так сказать, но это уже до развития сюжета, это немножко усложняет. — Здесь у нас вот действует пистиц, правильно? — Потому что изменение взгляда меняет природу. Моя книга «Бытия и блага» так и начинается, цитата из «Государства», что философский взгляд переворачивает и меняет нашу природу. Это можно так сказать, как трансмутация, если это Владимирский, да. Философ меняет свою природу, философское зрение. — То есть здесь у нас пистиц, а здесь у нас док, да? — Докса или Эйкосия. Докса — это сфера тисис, а Эйкосия — это мир уподавлений. — То есть вот это суть? — Да, Эйкосия. Да, можно писать. — Тисис и докса здесь, да? — Да. — А Эйкосия — я не знаю. — Я сейчас напишу. — Изобретаю. — Для отражения и тени — это не одно и то, и? — А? — Это можно рассматривать как раз. — Я просто, почему я как-то всегда их разложу, потому что для меня вот есть тени, они, ну, как я понимаю, вот есть отражения, да, мы хотя бы имеем какую-то информацию об объекте, словно сказано. А тени, она не несет вообще никакой информации об объекте, кроме того, что об объект есть, ну, потому что по тени это не может ни размер, ни что, ну, как, и, ну, то есть я объясняю, пытаюсь это объяснить, что так же, как огромная разница, то есть мы никогда не видели живых существ, да? — Если в пещере выжили. — То есть нам тогда отражения ничего не говорят. Ну, если мы не видели, например, яблоко, тогда нам фотография яблока, ну, то есть у нас может... — Это в Вифе-пещере говорится о том, что узники не видят подлинных объектов, которые проносят, но видят их отражение на стене, как тени, и они считают, что это и есть подлинная реальность, они её называют своим языком и считают, что тени — это и есть сама реальность. То есть они не знают, вот по вашей аналогии, они не знают, как выглядит яблоко, они думают, что тень яблока — это и есть яблоко. Поэтому из взгляд на мир расскажу вам. — И скажу. — Да, я тогда показываю, какая разница между тем, как мы видим отражение тени и живые существа, живые предметы, какая разница здесь, потому что мы обо всём этого не имеем представление. Потом я говорю, ну вот если мы говорим здесь и здесь, то здесь разница ещё больше, очевидно, что здесь на ещё больше. — Да. — То есть вот такие вот образы. — Нормально, правильно? — Нормально, это разница можно выглядеть с помощью света, то есть здесь как бы как-то сходит солнце, и мы всё больше и больше видим, как очерчиваются предметы. Вначале смутно, потом всё более отчётливо, и когда солнце встаёт высоко в небе, тогда мы видим полностью всю картину. — Ну и вот здесь у меня ещё, почему я говорю, идеальные образы, ну и ещё, я иногда, то есть у меня как понятие такое идеал, вот как, например, что я имею в виду. Я даю, например, пример работы печени, да, то есть мы, ну как, никто никогда не видел идеальную печень, но мы имеем какое-то идеальное представление о том, какое им должно быть. — О норме, представление о норме. — Да, то есть идеальное в плане норм, да, то есть у нас есть идеальное представление, принципы, да, то есть я говорю, например, там, есть, то есть, ну как, но есть, то есть я иду, даю нести идею о единичности и множественности, что как мы идём, здесь это единичное, а здесь множественное. Но вот этих идеальных образов, чего-то одного, их уже больше, правда ведь? А здесь мы, когда мы говорим, есть идеальный образ чего-то, нам печенье, разное, там, уже миллион, а изображение ещё больше. — Да. — Да? — Поэтому я рисую всегда... Сейчас мы это сотрём всё. — Нет. — Поэтому я рисую всё в обладе пирамиды, потому что... Если представить себе всегда в своих прессах, мы понимаем, что это не больше, потому что стол один, а он может просто четыре-пять, и, например, ваше лицо может быть сфотографировано, нарисовано, отражено в озере и так далее. Поэтому самая широкая сфера этих неподобий, ниже сами реальные вещи, ещё ниже их идеальные конструкции. В данном случае, идеальный немножко возит заблудение, потому что Платон автор слова «идея». Идеальные, как мы говорили, идеальные фигуры, что это значит? Это фигуры не начальщины на доске, а фигуры, как это вы. Но их нельзя представить, потому что они столько структуры интеллектуальных. Чтобы их представить, мы рисуем с помощью фигур на доске. Поэтому мы говорим, идеальная фигура неизобразима. Мы ее изображаем с помощью подобий. А сфера Ноисис ещё уже. И получается, что у нас есть пирамида, которую вершина венчает благо. Благо позволяет нам видеть всю пирамиду. И точно так же мы видим, вот, если штриховать разными красками, то мы можем использовать разные цвета. Тогда у нас, например, будет Ноисис зелёный, например. Диановый, оранжевый. А здесь более тёмный. Но лучше всего, если бы мы были гирлянцами, мы бы связывали цвета с просветлением больше. Цвета отечённой материи, какие-то чёрные, коричневые, тёмно-зелёные. И добавляли бы в свои цвета свет. Тогда это было бы красным, а это вообще было бы каким-то золотисто-жёлтым, прозрачным светом. И тогда у нас получалось бы вытягивание цветов, цветовая гамма. Это тоже приобрезает своё воображение. Но чтобы закончить, вот вы сказали про интересную систему конституирования. Вот когда вы уже самостоятельно прочитаете седьмую книгу, так называемые «пять наук». Здесь чётко обозначены четыре, которые должны изучить философы. Там начинается с математики, потом геометрия, потом мы видим, что там намёки на стереометрию, объёмная диаметрия была. Потом идёт астрономия, а потом физика. Так изучали науки в Академии Маклодора. Соотношение математики — это точка. Точки. Точки, которые изображаются с помощью диаметрии, это точка в линии, это линии. Линии укладывают свою идеальную фигуру. Стереометрия передаёт этим фигурам объём. А физика рассматривает эти идеальные тела как объекты, взаимодействующие, которые отлежат в основании мира. Это первая идея в истории человечества, когда все науки рассматриваются по принципу развития. В основании геометрии математика, получается так, математика — фундамент геометрии, геометрия — фундамент стереометрии и физики, а выше всего философское осмысление мира Лоцарова. И вот эти науки, прописанные в седьмой книге, соответствуют чётко начертанию мира. Когда кардиолог создаёт мир, вначале продумывая его математически, потом проекцируют на геометрические и стереометрические аналоги, потом вдыхает в них жизнь, стереометрические вещи, они начинают двигаться, взаимодействовать, образуя материальный мир. Ну а философия — это осмысленно. То есть здесь намеки на способ преподавания, поэтому на Академии написано «не геометр, да не войдёт». Практически перед нами конструирование реальности в тех или иных занятиях, потому что мы знаем, что там преподавали математические науки, очень много занимались математикой, физикой, геометрией, теорией музыки. Что такое теория музыки? Это физическое воплощение математики. Почему музыка венчает? Потому что стереометрические тела, которые движутся, потом передаются с помощью физических соотношений. Мир начинает звучать. Это пифагорейская доктрина музыки сфер. Мир начинает звучать. И тогда мы можем посмотреть на цвета. Вот сейчас я хочу завершить. Вы можете нарисовать дома цвета, а кто получал музыкальное образование, может тогда рассмотреть в виде звуковых соотношений, чтобы этот треугольник зазвучал. Мы тогда вступаем в определённые звуковые соотношения. Ведь фактически в основании мира всего лишь 7 нот и только несколько базовых музыкальных соотношений, которые они всегда математически описывали. Это традиция, передаваемая через Бояция до Средневековья. По этим учебникам учились вплоть до XVII века. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос изменились. Я не хочу задать судебный, потому что этот вопрос всегда сложный для меня. То есть, на то, что, не знаю, как он, кто-то представляет себя человечеству душу, понятно, что есть теория идей, не знаю, что есть три начала. Три начала — это же не идеи. Или это душа и идеи? Душа и идеи. В душе есть что-то, то есть дух, который сродни идеи. И в Федоне мы говорим, что мы родственным, познаём родственное начало. Здесь тоже в шестой книге это и есть. Но вот это вот сродни, это идеи? Да. Это в нас что-то... Это можно познавать идеи. Нет. Душа — это не идея, правильно? Сам дух — это идея тоже. Дух идеи? Да. Он эйдоподобный, эйдосоподобный. Но одно дело подобное. Ну, он учит о том... Кстати, у Лосев так и в Федоне и называет, ну, из рубрик доказательства «Бессмертия души» называет душа как эйдос. Если у вас есть второй том, то посмотрите. Душа как эйдос. То есть душа каждого из нас — это также эйдос. И поэтому Плотина, когда попросили слепить его портрет, помните, из этой истории, он сказал, что природа и так создала уже одно подобие. То есть он рассматривает свою душу как эйдос, который получил уже телесное воплощение, то есть уже некую икону некую. И моё тело — икона моего эйдоса. Воплощённое. Эйдос воплощённое. В их тело. И поэтому, когда мы создаём ещё один портрет, он говорит, мы создаём тени-тени или подобие-подобие. Зачем? В этом нет смысла. У Аристотеля душа уже как эйдос тела. Опять же эйдос, понимаете? Это учение Аристотеля, что такое душа. Но мы знаем это в латинской традиции. Форма тела. Душа — это форма тела. Это самобвижущаяся интелехия? Ну, интелехия — это уже как бы... Ну, вообще его определение, да, душа — интелехия. Но сейчас мы не будем говорить, как он понимает интелехию. Но, в принципе, мы видим, что здесь Аристотель близок к Платону. Каждый из нас — воплощённый эйдос. Наш дух эйдотичен. Поэтому мы можем подобное познавать через подобное. Мы познаём тело, подобное телесному, нюх, зрение, обоняние, связание. Наше тело связано с телесным миром. А эйдос души познаёт эйдоса. Тело не может познавать эйдоса. Разрыв фонтологический происходит. То есть можно считать, что душа... Но тогда возникает другая проблема по принципе индивидуации, что отличает нас от друга, это проблема платонизма, к сожалению. Сейчас мы не будем об этом говорить. Это только средневековая схоластика решила. Чем Пётр отличается от Марии? Аристотель говорит только телесно, потому что у всех у них эйдос — быть человеком. Они не идут до конца, что Пётр и Мария отличаются эйдосами между собой. Они воплощение того же эйдоса — человека. Здесь нерешённость, античная мысль не обострена на личностный аспект. Принцип личностной идентичности у Платона намёками снова же прописан мифологическими языками. А как Платон не решает? По-разному. Дунса Скотта — это учение о хэкцэйдос, то есть субъективной, индивидуальной эйдос, индивидуальной сущности каждого из нас. То есть наша Личность сразу на разных уровнях. Мы, с одной стороны, воплощаем в себе человеческую природу. Все мы здесь. Воплощение идеи человека. Но каждый из нас ещё эту идею воплощает на более глубоком уровне, как идею, условно говоря, Марии, Петра, Сократа, Платона. Античности чужды, чужды эти взгляды. Но здесь как бы разрыв между культурами, разрыв между традициями. Хотя у Платона есть намёки на эйдос как личностная наша. Но это другая тема. Хорошо. Я думаю, что достаточно. Мы можем читать ещё раз, пересчитаем шестую книгу, почитаем седьмую книгу и подумаем после этого. Спасибо.